1 2 3 4 5 7 здрасте с вами сварок и сегодня с вами мы поговорим про актуальный террорист который буквально несколько часов назад составляли вместе с crazy фрагом и представителями гильдии вечных с небольшим моим участием поэтому давайте чтобы не ждать приступим и посмотрим что же мы там придумали я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку вот это самый террорист ссылочка на него будет прикреплена в описании к видео там где вы сможете смотреть фул картиночку себе на память мало ли друг кому нужно ну а давайте теперь пробежимся по нашим героям и начнем мы со стрелков которые делятся у нас на две категории соло таргет и мульти атака которая бьет по нескольким врагам но сразу хочу сказать заранее что все герои которые у нас указаны тиркей на любом протяжении этого террориста это герои которые по-хорошему стоит качать которые достойны своего звания которые справляются со своей задачей и если они у вас есть то они вам могут помочь поэтому в эти ли у нас все равны но может быть где-нибудь кто-то будет чуть-чуть ровнее как например в соло таргете лучников а именно леди александра подругу которую мы забираем из магазина арены за новые жетончики и на самом деле да подруга мощь она шевелить все что шевелится и двигает все что движется после нее идет сайлас и хекс конечно же да к сайласу чемоданом идет сразу же верно потому что без верный сайлас ну такое себе но здесь мы по-хорошему будем смотреть на героев с плюс-минус полными синергиями и всяческими остальными плюшечками также как и хекс который на дистанции по атакам выдает великолепные показатели урона и я думаю никто не будет с этим спорить чуть чуть ниже у нас опустился саргак хотя он раньше занимал вершину и рейтинга но к сожалению во мной его потрогали и сделали третьему пробуду так как она и должна работать то есть наносит на 50 процентов больше урона элитникам они игнорируют 50 процентов защиты как это было до обновы поэтому саргак слегка опустился но люциус просто не относится у нас к фракции лучников поэтому у него ранг атаки в четыре клетки ну и сам он по себе тоже может завафлить со своей стойкой демона и замыкает наш эйтир и дрель и сетрам и дрель потому что это все таки топовый эпик который ворвался в соревнования с легами но осетрам просто по той причине что у него все таки долгая зарядка ульты и потом он еще уходит в небольшое кд и не атакует б-тир калипса варгуса лаура все они по-своему хороши все они могут делать свои дела чуть ниже них мика и бриена которые тоже прекрасно справляются своими задачами но не так хорошо как герои которые представлены в тире эй ну а говорить про сердце я вообще не буду соответственно как и про тир д потому что это герои которые хочу пока что не рекомендованы потому что толку от них особо нет а теперь давайте посмотрим на лучников которых мы отнесли мульти таргету и конечно же самое первое нас хасу потому что хасу ну это хасу это топчик который работает везде и всюду ничуть не хуже работает никса кай и розак они ничем друг от друга по сути не отличаются но на фоне этих троих ребят никса все-таки чуть-чуть ровнее чем двое остальных но это на наш непрофессиональный взгляд поэтому мы считаем так и замыкает эй тир пелаги и маул потому что эти два товарища не отличаются на мой взгляд большим уроном зато отличаются великолепным контролем и чуть хуже контроль только у тайвина который опустился в тир б ну что же делать а крах поднялся повыше так-то он был у нас в цитере но чтобы красивый шарик остался здесь мы его все-таки слегка подняли повыше потому что скоро новый год с чем я вас всех и поздравляю а мы переходим к магам которые делятся у нас на три подгруппы соло таргет мульти таргет и поддержка и в соло таргете произошли небольшие перестановочки и алистер по нашему мнению занимает почетное лучшее место на вершине и тира по той простой причине что у нас с момента выхода последнего тир листа прошло уже более полугода у нас есть ингрид которая неплохо его бустит у нас есть претус алистер ходит на всяких семрахов и вообще было много изменений в игре также и соло арена поэтому мы посчитали что алистер как соло волшебник показывает себя наилучшим образом по сравнению с ногтюр нам и гласиасом но и ноготь с гласиком тоже не особо отличаются друг от друга ноготь чуть чуть буквально на мой взгляд лучше гласиаса потому что во время ульта него плюс пару клеточек отрастает еще по бокам но гласиусу для хорошего качественно игрового процесса нужна первая пробуда опять-таки это на мой неискушенный взгляд поэтому мы решили их оставить так тир б у нас занимает и мани с серифиной но в раз и под ними она и салей и на самом деле да она и великолепный соло в таргет волшебников из эпиков которые занимают свою почетную первую строчку серифина имеет все свои плюсы но у нее из минусов 12 секундная ульта поэтому у нее второе место но в раз и перебалансе ли он может и в соло и в масс поэтому как бы он и туда и сюда но пускай будет здесь так как с последними вводами героев она и у нас слегка заиграла она может зайти и на кб параллельно с этим она ходит конечно же еще и на кодекс бареем но сводом лорда и финика она и слегка поднялась и спокойно носит в середине б тира вместе с солей которая по сути тоже у нас соло таргет а весь ее массовый урон это тупо рикошеты поэтому если будет один враг то солей у нас можно опустить где-нибудь сюда в тирце но если врагов идет больше одного то солей может себя неплохо показать тирце я даже не буду обсуждать единственное хочу застрять внимание на не салте который также может зайти на кодекс бареем ну а по сути по-другому он нам и не нужен поэтому он находится в тире c на мы подходим к мульти таргетов и здесь на самом деле все герои хороши нельзя выделить кого-то особенно что хамит с аяксом и анорой тоже прекрасно справляются свои задачи они могут как в пве так и в пвп но конечно же по хорошему аноре с аяксом для этого нужно пробуды но а хамит человой парень который просто может на своих плечах вытащить весь пве контент ну наверное кроме финала третьего рейда и второго подземелья снаряжения не отстают от них верно с бареем но все-таки по нашему мнению ребята свыше чуть-чуть ровнее остальных хотя возникает спорный вопрос по поводу харриса далее и каэда которые прекрасно себя могут показать в пвп начиная от арены и в виде далее например заканчивая на гвг куда я тоже можно спокойно прикрутить но одним пвп контентом сыт не будешь а на пве контенте все-таки с этими ребятами придется слегка на мой взгляд попотеть поэтому они также у нас в и теле но слегка пониже героев которые попроще в реализации как видите у нас есть шикарный бэтир в низу которого у нас шамирс биатрис и да биатрис ввели в игру совсем недавно но реализация самой подруги на мой взгляд максимально кривенькая косонькая и толку от нее никто из нас не увидел поэтому сунули ее в самый низ б тира чуть выше них находится зелус и крия крия на самом деле на пятой пробуде говорят неплохо так может шатнуть гвг но как будто бы на этом и все а так как мы хотели выявить какой-никакой но террелист массовых волшебников то опустили этих героев в б-тир и вершину б-тир занимает иона с жадностью и а ей которые в принципе прекрасно справляются со своей работой иона может выдавать великолепный массовый урон жадность может выдавать не только урон который конечно не сравнится с ионой но он также дает великолепный контроль плюс срез резистов что под любым лидером культистов вместе с ионой поможет вам закрыть все что угодно на мой взгляд на первом рейде но кроме наверное 21 этапа и то если постараться и что-нибудь еще придумать то можно что-то попробовать но в любом случае ребята я думаю занимают вершину б тира совершенно заслуженно и вместе с ними она и который если дать капельку времени настакает свои ледяные бомбочки на пол миллиона урона легко и непринужденно а мы подходим к нашим поддержаторам героем которые помогают нашим дд давать какой-либо урон и первое место по общему мнению занимает лорель которая может не только заливать команду на регион ярости что ультой что своим приходом и уходом но и также во время ультимейтов союзников давать им баб на повышение урона вильзи вол которого к сожалению пока что еще не завезли на глобал и почему-то не помню анонсов о его будущем появлении но в любом случае так как он все-таки маг но волшебного урона от него никакого зато от него мы получим великолепный контроль и вдохновение которое будет бафать нашу команду на урон так же как это делает долорес либо констанция на 3 пробуде я проверял я знаю о чем говорю поэтому я считаю что вильзи вол занимает свое место совершенно заслуженно ну и третье место нашего эйтира занимает маришка которая морозит замедляет великолепно контролит где хочешь как хочешь главное ее поставить и дать и чуть-чуть скоростей и жирочка поэтому она также находится у нас в эйтире хоть и на третьем месте быть ир далеко не однозначен на зим в него ворвался двух ног потому что он может выдавать великолепный контроль на сим рахи на том же самом первом сим рахи он будет прекрасно забивать его пилу по поводу и не то все неоднозначно и не там и еще по 3 стим и потрогаем потому что его должны были совсем недавно от балансить нова сир пускает и маг да он может заходить и выдавать какой-то урон но все привыкли видеть в нем просто ящера который дает антихил поэтому все его одевают скорость и восстановление ярости поэтому мы решили не отходить от традиции и оставили лося в саппортах а теперь давайте поговорим про бойцов и на самом деле у нас было очень огромное и долгое обсуждение бойцов которые работают в одну цель и было бы возможность и алкоголь мы бы еще и подрались но к сожалению возможности не было поэтому мы просто сидели и спорили дохлепоты кто должен быть в этом тире наверху и пришли к мнению что все эти герои прекрасно справляются с атакой в одну цель да есть нюансы о которых я сейчас расскажу но в любом случае любой из этих героев на наш взгляд должен показать максимальную имбовость что вы зелиты понятно они вносят урон везде и всюду джера которая может и танкануть и дать по щам салазар который помимо кровотока еще может и дать взрывной урон на той же арене лорд пениаса которого недавно ввели на глобале и первопроходцах который выдает хороший урон который может бустить команду адского взрыва поэтому он также находится соло атаках также его можно попробовать прикрутить на соло арену конечно да это не очень легко но это можно поэтому почему бы и да и гири который у нас относится не только лишь кошмаром но и акции стражи и прекрасно может поиграть и на арене и на симрахе и выдать хороший урон лирка которая ну боже мой это наша легенда пришла махнула мечом бахнула взрывом всех сбрила все довольные улыбаются за на которая по сути играет не везде и всюду нам это прекрасно заходит на соло арену и просто прогибает под собой эту самую соло арену на первых волнах да ей нужны свои тайминги команда но она тоже выдает великолепный урон в одну цель поэтому мы и также запихнули в и тир похоть которая вместе с высом друг друга синергия все дела туда-сюда то все пятое десятое ну сами прекрасно понимаете боец который может выдать урон лугару который одно время занимал какую-то свою личную вершину топа соло арены также остается хорошим бойцом который выдает великолепный урон в одну цель но и твайла которая по моему создана для наказания боссов главное чтобы у вас был хекс в команде ну и по-хорошему конечно же лидер еще чтобы твайла разогналась и просто корала чуть ниже эйтира у нас герои которые здесь уже разделены плюс минус так как мы считаем по очередности хильга за счет своего контроля за счет своего разгона и стана заходит как на семраха так и на кодекс зелусом прекрасно себя показывает но не настолько сильно как та же самая похоть ну конечно же да все зависит от того как и кого вы оденете но все же все же данный герой у нас занимает лидирующую позицию в б-тире и она может быть ну капельку самую чуть чуть хуже чем герои которые у нас представлены выше это скорее всего из-за того что у нее фракция таинств если бы она была из кошмаров это было бы имба возле нее находится арес который тоже великолепный боец он дает и срез физрезистов и дает хороший урон но не настолько хороший конечно же как остальные герои но в любом случае он тоже очень и очень хорош потому что режет физрезисты и также относится к фракции кошмаров ну и конечно же демос который во фракции кошмаров выдает просто колоссальные цифры на план боссе почему бы и да герои которые представлены ниже наверное все кроме кирены и утробы вместе с дарин по сути своей не особо полезны до селеда может помочь на том же кб либо семрахе в плане наложения 30 процентного среза сопротивления магическому урону но для этого нужно иметь джизель которая по сути бесполезный кусок чего-то так же как кинеза и фалки вроде бы герои есть вроде бы нафиг не нужны но мерок потенциал которая просто не раскрыт из-за того что у нас нет вменяемых рабочих и ядов которые помогут ей раскрыться в своем уроне и как только их ведут данную мера станет чем-то интересным пока что же она как бы есть и как бы спасибо кирена и далее наши заливаторы на арене без которых мы никуда не ходим да они хороши они молодцы они есть далее награет на воздухе лучше чем кирена поэтому она тоже у нас участвует в этом небольшом конкурсе но так как кирена играет не только лишь на соло но еще и на массу и она чуть чуть выше чем дарин ну а утроба у нас просто дает плюс утробу на гвг поэтому он как бы тоже здесь есть остальные герои ну как бы есть а как бы нет и толку от них как бы спасибо до свидания пригодятся может быть для какого-нибудь слияния которое у нас например должно совсем скоро стартовать на салазара и переходим к мульти таргетом к бойцам которые носят массовый урон и конечно же орды с и меритом занимают вершину этого списка они оба по-своему хороши они молодцы они пусечки и лапочки которые дают хороший дэмэдж валькира и магда то находится чуть чуть ниже них но тоже могут выдавать свои уроны на том же кодексе на тех же первых рейдах магда может на той же арене пожалуйста валькира может поиграть на массовая магда может бафнуть соло арену но а мерзость это просто универсал который также имеет и легкий неуяс и хорошую базу хп и урон и также кошмар и станы и налоги и на пиво и контроли и все что хотите он имеет и он все это может спокойно реализовать да он середнячок но он такой плотненький хороший серединчик который находится у нас в середине айтира но и чуть ниже у нас таллин который в принципе может стать возле мерзости но на самом деле было просто впадлу двигать картинку и таллин тоже может выдавать хороший массовый урон и на масс арене и на гвг и также на первом рейде подземелья ну а волка сестрит это два наших универсала с плюс-минус хорошей ринжой не такой конечно как у орды и либо и мир это но в любом случае две клеточки на базе плюс у эстрит отрастает еще две клеточки плюс-то дизармор плюс хорошая база атаки ну а волка за своим личным артом походу начала неплохо заигрывать и выходит какие-то плюс-минус хорошие позиции рейтинга потому что мы ее подняли грубо говоря со дна когда использовали ее только лишь в виде брелка вершину бэтира у нас занимают сервер с аттрак сам по той простой причине что у цербера долгое к.д. во время его смерти полторы минуты ждать его отката это ну реально долго на аттракс имеет не такую большую базу как цербер поэтому да он откатывается быстрее но урона от него поменьше магнус может упасть хоть в цитир на мой взгляд но ребята сказали что он имеет хорошую базу по хп он может танкануть поэтому пускай сидит здесь пускай сидит здесь уредили здесь находится потому что просто имеет прекрасный буст бса для своей команды так то по сути это не рыба не мясо которое нам не надо адмирал крюк недавно играл в каких-то гвг и вроде даже его использовали топовые команды поэтому тоже его решили оставить здесь вдруг еще где-нибудь заиграет ну а теперь поехали к хилам и они у нас также делятся на три категории тала хил мульти хил и поддержка которая в принципе не хилит и если хилит то мало но западают какие-то прекрасные бафы и я думаю что вы сами прекрасно понимаете что в принципе данные сервис тхилов у нас составлен почти что идеально хотя light лака я бы поставил вот сюда вот на голубенькая пускай милуются там а так в принципе на мой взгляд все великолепно саппорта долорес великолепный вдохновитель нашей команды на урон корнели они уяс ферси снижение урона до сами плюс щиты плюс урон плюс снятие ядиков на том же самом симрахе гвинда это хорошие жирные щиты оседи это просто на мой взгляд великолепное размазывание урона по всей морде на долгое долгое время так чтобы никто не умер по поводу хилов я думаю что вы согласны вортекс холлоу один хилит со щитами 2 заливают ярку отлично тем более это эпики которые занимают вершину списка мульти хил конечно же топ это и лавина после нее идет талула главное чтобы у талула бабочки не залагали ну а также после них идет уже эйлин и медан и в соло хиллах у нас лили вырывается очень сильно вверх она находилась у нас в б тире но после ее более чем полугодового использования на на гвг мы посчитали что она совершенно спокойно занимает свою позицию в эти ри также учетом того что нарисовали вторую фракцию и теперь она относится еще и к таинством помогая закрывать фракционку поэтому пускай будет здесь но эти ребята ну они хилят они хорошо хилят да почему нет пускай будут я думаю что вы не будет со мной спорить и все так как есть и вы с этим согласны и почти что закончили следующий у нас танки где мы делим их на две категории сдерживания врага то бишь танкование и конечно же бафы и попытками нести урон и я думаю что вы согласны с тем что брокер это топ-1 танк который прекрасно сдерживает врага за счет своего неуяза на пробудах у него там и подхил есть и все что хочешь поэтому брокер на наш взгляд топ-1 регулу чуть-чуть похуже да у него также есть неуяз также он посевит команду чуть ниже них барон и олок один из которых просто с неуязанов а второй неприбиваемая консервная банка б тир в герои которые крайне редко крайне мало где используются но в любом случае они используются может быть где-нибудь это титуса и драйгу ребята просили поднять повыше потому что посчитали что от них тоже может быть профит хотя на самом деле сомнительно но окей а после того как мэриэль запретили лечить цербера то эффективность мэриэль скатилась до неприлично низких высот поэтому она находится в цели по поводу бафов конечно же констал занимает топ-1 потому что вдохновение наше все после нее лет капитан риф который помимо урона может дать еще их колеб ты контроль ну а уже цели у нас находится эдит которая и потанкует и оттолкнет врага поэтому как будто бы c-тир у нас замыкает б-тир находясь самом низу но просто потому что его использовать кроме как на кодексе спиром я не вижу смысла где поэтому он здесь и в самом низу у нас асхор и уорим но асхор на самом деле у нас сломанный герой потому что у него урон идет от защиты но на самом деле это все дело у него несколько лица никак никак это все не считается поэтому не наносит своего урона который мог бы наносить и уорим который тоже кусок бесполезного чего-то вроде бы он есть а вроде бы и нафиг не нужен но оба умеют по бафать команду поэтому находится в категории бафа и переходим к самому сочному лорды тут мы пытались честно максимально пытались эффективно расставить приоритеты и топ наших лордов занимает претус ингрид и вальдерон я думаю что с этим согласны и это три наших сейчас самых желанных лидера которые могут внести и космический урон и также бафтить свою фракцию чуть ниже у нас по эффективности выставлены тарадор ган кир и йовр это также четыре лидера которые дают прекрасные бусты своей команде ну а кир это вообще сломанный танк на гвг который работает бог пойми как с его скелетами и там вообще то еще замануха но в любом случае он также дает буст и таинству в любом случае эти герои очень даже неплохие и прекрасно справляются своей задачей лорда и замыкает наш эйтир арача с королем хардсом алкаш лая и внезапно эпический лидер судьи элизи которые в принципе тоже очень даже неплохие и они находятся чуть ниже просто потому что у нас есть либо герои получше из их фракции которые находятся выше либо они не настолько профитный как хотелось бы и узко специализированы типа того же алкаша который ходит у нас по сути на какой-то долгий затяжной бой вместе с адским взрывом на того же как бы и семраха и нигде мы больше его не видим я не говорю про пве контент который можно закрывать извиняюсь говном и палками так то она по сути и происходит уже миллионы проходок где закрывает все что можно и пиками и рарками поэтому говорить о том что алкаш может зайти куда-нибудь в разлом да может но также может и не зайти например а вот внести великолепный импакт вместе с адским взрывом на том же кб и выдать огромные цифры дэмэджа да может поэтому он находится здесь б-тир на мой взгляд составлен тоже почти что идеально хотя на самом деле виному я может быть бы и сунул куда-нибудь повыше чисто потому что это великолепный лорд брелок который бустанет любого начинающего игрока и ее даже не надо красить заливать скиллы и что-то с ней делать просто ее стоит взять с собой и все или любого новичка это великолепный лорд который ничего толком не умеет на дает прекрасный буст к начальному количеству ярости у ваших героев и также поможет что-нибудь где-нибудь закрыть но до б-тир для нее самое то потому что у нас есть все-таки лорды и получше но хотя винома на мой взгляд все-таки самый универсальный лорд подходящий для любой повторюсь для любой фракции под также твин море гандеме и элдер у нас идут вместе с вином и за ручку потому что да они чуть-чуть хуже тех кто представлены выше либо узкоспитализированные такие как море гандеме которые по сути то не особо где-то играют до были попытки их завести на то же самое гвг в полном в прошлом сезоне море гон вместе с анорами пытались делать дефы но в любом случае разовый заход куда-то не является максимальным импактом для того чтобы занять стир ну а после наших легендарных героев конечно же идут эпические лидеры лорды которые в принципе до гнев первый среди равных лидер кошмара и с тем условием что если у вас нету тарадора но есть гнев вы гнева с собой все равно будете брать потому что это буст для всей фракции кошмара а фракция кошмара это очень даже великолепные дэмэдж дилеры элиза по сравнению с лунерии все-таки чуть чуть получше по мнению ребят потому что для тех у кого нету арачи либо йовара элиза вносит больше импакта чем лунька ну и перес это конечно же замените вина и алкаша в одном лице тот самый дед который если вдруг у вас нету легендарных лордов адского взрыва поможет разогнать урон вашей зеле и на самом деле наверно стоило просто увеличить количество ячеек потому что ророк тоже достаточно неплохой лидер да но у него как-то по-ублюдски скейлиться урон от его хп поэтому все-таки мы его опустили чуть пониже так же как лунерию которую вытеснила просто элиза но и лунька тоже достаточно очень даже на мой взгляд неплохая и может помочь любому игроку ну и терце просто на самом деле у нас все эти лорды повторялись выше поэтому но куда их рейн у нас нигде никогда не играет также как и абиза с ион и райденом потому что где-нибудь как-нибудь что-нибудь но думаю многие уже получили своих лидеров из данных фракций ну а если нет да они их берут максимально чисто брелком и они больше ничего не делают кроме как пытаются слегка обуставить свою фракцию вот такой вот у нас получился терлист украшенный лично крэйзи фрагом к новому году поэтому поливар объявляю открытым можете взрывать комменты с криками что вы согласны либо не согласны с нашим мнением либо с моим объяснением нашего мнения ну и конечно хотелось бы увидеть вашу реакцию в виде лайка и подписочки на канал и в заключение хочу всем пожелать благосклонного рандома богатого дропа и конечно же мирного неба над головой с вами был сварок удачи